Нереально найти мотоцикл, который не падал. Очень легко нарваться на мотоцикл, который сильно падал и был сильно ушатан. Поэтому при покупке мотоцикла будьте максимально внимательны. Это все-таки не автомобиль, где 4 колеса и коробка. Здесь очень много факторов, от которых зависит ваша жизнь. И что у нас тут? А у нас тут, друзья, GXL 750. Это, я скажу вам, легендарный мотоцикл. Чем он легендарен? Да, тем, что именно с этого мотоцикла начиналась моя YouTube-история 7 лет назад. И я верю, что мы когда-то наберем миллион подписчиков. Но сегодня не об этом. Сегодня у нас видео о том, как ребята из Литвы меня попросили помочь им проверить этот мотоцикл. Я не знаю, мы его еще купим или не купим. Потому что нужно сначала его проверить. Слушайте, тут травой где-то воняет. Кстати, всем огромный привет из маленькой зеленой страны. Латвия, город Рига. Ой, думал переключиться вам без сцепления, но не получилось. Пишите в комментах советы тем ребятам, которые будут покупать себе мотоцикл. Но первое, что я хочу сказать, для начала примерьтесь, посмотрите все обзоры. Поймите, нужен ли вам вообще этот мотоцикл и где вы его будете использовать. Можете просто купить и фоткаться с ним. Почему бы и нет? Мне вообще без разницы, кто как использует свой мотоцикл. Сегодня у нас мотоподбор, осмотр мотоцикла и такой вот жизненный небольшой лайфлог. Плюс советы новичкам и бывалым мотоциклистам. Хотя бывалым все и так все уже давным-давно известно. Извините за туфтологию. Я просто еще не собрался. Но давайте перед тем, как начать, принесемся ко мне в комнату. И он начинался мой канал с джиксера, джиксер 750. Это легенда, не побоюсь этого слова. Так что все бодрячком. Ёб твою мать. Я всегда говорил, что 750, джиксер, это золотая середина. Это не литр и не шестьсотка. Он хорошо едет. Он сбалансирован. И сегодня мы будем покупать такой мотоцикл. Но я еще не знаю, в момент записи видео, купим мы его или нет. Сначала надо позвонить, все узнать. Ну а перед тем, как звонить, ребят. Те, кто не подписан на канал, но смотрите меня давно. Вот сделайте вот так вот. Подписаться и получать все уведомления. Буду очень благодарен. Спасибо. Знаете, обычно я еду в Литву или Польшу покупать мотоцикл. А здесь получилось так, что литовцы приехали в Латвию покупать мотоцикл. Как мы связались, через инстаграм, ссылка в описании под видео. И телеграм-канал. Если вы хотите быстрый ответ или пообщаться с ребятами на мототематику, а также чек-лист, по которому я буду проверять мотоцикл, залетайте туда. Все ссылки в описании. Давайте немножко пройдемся по доске объявлений. Посмотрим, какие у нас вообще джиксеры есть. Вариантов на самом деле очень мало. Обычно я смотрю в Польше, Литве, Autoscad. Ссылочки эти тоже, кстати, оставлю на все сайты в описании, где я смотрю мотоциклы. Ну вот 11 тысяч. Здесь, конечно, бюджет совсем другой у нас. Около 5 тысяч евро. Оригинальный пробег 10 тысяч километров. 2015 года. Но это уже, ребят, литруха. Очень красивая, классная расцветочка. Тюнячий выхлоп. Красота. Да, Брэмбо тормоза. Еще один интересный мотоцикл. 10-300. Юбилейная версия. Юбилейная раскрасочка. У каждого мотоцикла идет свой порядковый номер. Да, вот здесь. Вот еще, кстати, одна юбилейная версия. 8-800. Что у нас здесь? Еще одна юбилейная версия. 8-500. Давайте посмотрим. Это белая раскраска. Но мне больше нравится синяя с красным и белым. О, крутой выхлоп. Стриты, стриты, стриты. Хая буза какая-то синяя старенькая стоит. И тут у нас вот мотоцикл, который мы рассматриваем. Сразу скажу, что он закатан в пленку. Пробег у него 56 тысяч километров. Оригинальный выхлоп. В описании написано. Поменены масла. Фильтр, мотоцикл готов к сезону. Новый ТО. В прошлом году отрегулировали зазоры. Клапанов заменили приводной цепь двигателя. Новые свечи. Заменен подшипник руля, колесе, обслуживание амортизатора и вилки. Новые тормозные диски ТРВ. Армированные шланги. Тормозная машинка. Как поменял, так и хотел улучшить тормоза. Продаю, потому что хочу SRR. Ну, наверное, ездился на 750-ке. Понятно, что SRR это уже совсем другая езда, другие технологии. Пеха, привет, ребята. Привет, его с Бролюкаса. Андрей, Ренат, да? Все правильно. Так, сейчас пойдем мотоцикл смотреть. Он стоит вот там. Я уже видел его. Выкатили. Надеюсь, его не заводили. В пару словах, почему джиксер? Сложно объяснить. Ну, нравится. Просто визуально, да, наверное? И на мотоциклах не ездил вообще. Ну, отсюда, если что, своим ходом сам поедешь, да? Блин, это сильно-сильно. Ну, ладно, пойдем мотоцикл смотреть. Ой, ну на солнце такой красавчик стоит. Сейчас придет хозяин. Будем его расспрашивать, смотреть все. Так, где-то потерялся глушитель. Мы не можем понять, где сейчас хозяин придет. У меня, кстати, по-моему, есть оригинальный глушитель. В гараже валяется еще от моей бывшей джики. Сейчас узнаем, где колеса красил. Менял ли подшипники. Спросим, оригинальный ли пластик. Так, сначала визуалочку посмотреть, что желательно узнать болячки и косяки мотоцикла до того, как вы едете. Или позвать профессионала, мотоподборщика. Почему-то болт здесь немножко, видите, вот сбит так. Некачественно затягивали, может, разложился где-то немножко. Мы видим ТРВ, тормозные диски новые. Колодочки новые. Армированные шланги. Ну, на фотках он красивее, конечно, был, да? Здесь коцик. Коцки есть. Вот здесь задний маятник. Обкоцан, да, так. Прокладочки меняли. Натяжитель цепь он менял. Объявление было написано, как мы помним. По-хорошему, конечно, снять пластик. Раму проверить. Спецы, пишите, что это значит? Вот эта стяжка на переднем пере. Называйте, как хотите, перья, вилка передняя. Кто как говорит? Ну, правильные, наверное, перья, да? Ну, обклеен он, конечно, не супер качественно. Вот, отклеивается где-то что-то. Мотоцикл вообще трудно обклеить. Возможно, он сам его и обклеивал. Короче, вот пришел хозяин. Мы его не снимаем. Только обувь. По пластику он говорит, когда в Эстонии покупал, смотрел пластик, он 2008 года, да, был пластик? Да, 2008 года. 2008 года, окей. Хорошо, в каком состоянии пластик под пленкой? И какая оригинальная расцветка у него? Черный. Черный весь, да? Черный цвет, да. Ну, а что-то есть поломанное где-то, паянный пластик там? Да, паянная вот эта часть. Я улетел. Здесь, да? Да, есть крепление здесь паянное. И восстановлена вот эта часть пластика. И здесь трещина. А где ты улетел? В кусты? Долгая история. Причем, так вышло, да. Ну, и маятник тоже там поцарапало где? Или было уже? Нет, он такой и был, маятник. Когда покупал уже, да? Да, это от ножек, я думаю. Просто когда ты едешь, ты там, ногами трешься. Ну, кусты легкие были, я так понимаю, да? Да, да, потому что если он сильно улетел, то, конечно, это бы отразилось здесь. Да, а обклеивал ты его сам? Ну, не обклеивал один человек его. Единственное, что... Ну, есть косячков, так, довольно много. Да, чтобы восстановили, вот это я сам обклеивал, вот эту вещь. Ну, если... Это нахлёст обклеено, поэтому там внутри он, типа... А если не секрет, сколько ты заплатил за обклейку? Не скажу. Секрет, да? Ну, ладно, окей. Там через подружество мне это сделали, скажем так. Ну, по-дружески, да. Да, и он был... Он сходит со временем, потому что... Ну, на мотоциклах трудно обклеивать, потому что углы эти у меня BMW был обклеен, но он до сих пор так, ну, получше, вот я сейчас в состоянии. Да, к телекам клеили. Так, по пластику, ладно, мы разобрались. По движку ты там сказал, ты менял натяжитель цепи. Цепь менял цепь. Цепь менял, да. Цепь менял, регулировал клапана. А где я всё это делал, вот это где-то обслуживался? Сам делал. Сам делал, да. Вот, шаришь. Не такой рукожоп, как я. Я понял. Окей. Делал медленно всё, это делал первый раз, сделал очень медленно. По мануалу, избрал ключ. Запчасти где покупал, оригинальные какие-то, афтермаркет? Слушай, нет, тормоза, это Bruno, вот это я делал. Вот эти армированные шланги, да? В Intercars диски купил. TRV? Да. Сколько стоили диски? Наверное, где-то 250, да, или дешевле? Да, да, они прикольные. У меня оригинальные диски остались. Ну, это хорошо, что ты осталась. Машинка осталась, шланги все остались. Тормозная машинка, а что это такое у нас? Итальянская какая-то? Итальянская машинка. Тоже у Bruno стал? Нет, нет, я там знакомый купил этот. Делим, да, по-моему, написано? Да, я не знаю, кто знакомый листал. Проверим. Ну, лучше стал тормозить, да? Очень хорошо, мне очень нравились его тормоза. Найс, проблема этого мотоцикла, это регулятор напряжения. И здесь он уже поменен, как вы видите, вот. 200 евро, да, стоит? Ну, что такое, 180 на интерьерах стоил. И у него проблема, что горит катушка здесь. Я два раза перематывал. Первый раз мне халтурно перемотали. И первый раз я купил в Sushrote выпрямитель. Все это очень недолго работало. Потом через друзей у хорошего мастера перемотал. И купил дорогой выпрямитель, и проблема исчезла. У меня, кстати, на предыдущем, на 600-ке, точнее, он стоял где-то вот здесь. И он грелся, и всегда перегревался, да? А вот видите, вопрос по наклеечке. Ничего на техосмотре не говорили, да? Первый раз нет, а второй раз сказали, что просто вы стали поменять, что потерта наклейка. У него этот номер дублируется. Ну да, он на раме должен быть. Но если проблемы с наклейкой, вот здесь еще номер. Сравните его, соответственно, с техпаспортом. Но здесь мотоцикл зарегистрирован в Латвии, так что с этим проблем не должно быть. С регистрацией никаких. Почему вы говорите, берите? Мешает? Громкий, да? Чтобы быстрее забрать? А, я понял, жена хочет тоже, чтобы SRR купили быстрее. Так он другой купит. Ну да. А он еще мне говорил, да? Нет, пока не говорил. А, понятно, извини, что спалили тебя. Резина у нас 21-го года. Резина хорошая. На трек не собираются. Единственное падение, которое в Латвии у тебя было, это кусты вот эти, где ты упал и все, да? Больше тут не падал. Смотрите, крепления все. Подшипник поменяли. Вилку перебирали два года назад, ну, после того, как купили. И, кстати, отличие 750-ки от 600-ки. У нее идет темное напыление вот на передних перьях. Тут, конечно, нифига не видно, но желательно проверить бак, чтобы он не был ржавым. Сейчас мы посмотрим. Нет, там чисто все. Бывают из Англии мотоциклы, где ржавые баки там. А это проблема будет, если изнутри жопа запаришься, топливную систему чистить. Давайте посмотрим, что у нас в бардачке. А в бардачок можно положить много вкусняшек, но нас не это интересует. Нас интересует все ли целое в подрамнике. Что тут вообще находится. С 13-го года тут даже вот баджик, что меняли масло, фильтра на пробеге 17 тысяч километров. Это хорошо. Ну и слушаем на холодную. Можете в комментах написать, как вам работа двигателя, прогреется. Что-то циклит чуть-чуть, но уже перестал. Довольно приятно работает, кстати. Да, по сравнению с SRR он довольно приятно и плавно работает. И Ducati, если такие мотоциклы сравнивать, там работа двигателя, конечно. Сразу слышится. Ну в Ducati работа сцепления больше шумит. А в BMW SRR совсем по-другому двигатель работает. Примерно моего телосложения тоже 187. Рост где-то, да? И где-то сотка килограммов. Да. Задаток оставили. Ох, сто лет не сидел на джиксере. Вообще на мотоцикле в этом сезоне первый раз стрёмно немножко прям так. Но 13-летний опыт вождения мотоцикла, я думаю, не пропьешь, да? А сейчас аккуратненько сначала. Главное не обсохнуть. Лампочка бензина моргает. Ёбушки-воробушки, какой он громкий. Уф. У меня небольшое волнение, потому что, знаете, я не катался с прошлого сезона. И немножко стрёмно новые перчатки, друзья. Лайзи перчатки. Вы даже по голосу, наверное, чувствуете, да? Небольшое такое волнение. Так. Сейчас проверим, как он ездит, как переключается передача. Немножко расскажу вам о этом мотоцикле. Остановимся, погазуем, посмотрим, как работает. Ну, продавец мне нравится. Единственное, что он, конечно, много вещей, которые я сам хотел здесь починить, под всю ненаговать, так скажем, у него не получились. И оно чувствуется, что это, конечно, не СРР. Извините, буду сравнить, может, с каким-то другим мотоциклом, на которых я катался. Последнее время закладывать не будем еще. Резина холодная. На улице 10 градусов тепла. Я, как дебил, только одел перчатки, куртку. А так я в кроссовках и в спортиках. Не катайтесь так. Что мне очень нравится, что показывает передачу, на которой мы находимся в данный момент. Блин, как он вибрирует под задницей. Какая-то вибрация такая не очень приятная. Реально, что-то вибрирует. Ну, так, по-моему, не должно быть. Или я давно на джиксере не катался. На ходу проверяем тормоза, как втыкаются передачи, едет ли он ровно, никуда его не тянет. Проверяем все вот эти переключатели, поворотники. Потому что, ну, когда вы приедете в свою страну, скорее всего, вам надо будет проходить по-новому тихосмотр. О, кстати, зеркала, видите, в ушках болтаются. Тоже у них небольшая проблемка такая. Ну, давайте сейчас остановимся. Посмотрим еще раз все внимательно. Тормоза мне не нравятся передние, потому что очень большой ход. Они такие мягковатые. И непонятно, что за машинка тормозная. Если кто в курсе, что это за фирма, напишите. Может, это какая-то хорошая супер тормозная машинка. И мы все не знаем, что это такое. Если есть такая возможность, обязательно остановитесь в каком-то спокойном месте. А смотрите мотоцикл еще раз. Заведите, погазуйте. Если вы один едете, то отключите все эмоции. Вот эту эйфорию, когда вы увидите мотоцикл. Берите друзей. Лучше всего специалиста по подбору мотоциклов, если такое есть. Ну, а если нет, то используйте чек-лист, который, как я и говорил, в описании у меня под видео. Здесь мы не идем сейчас по чек-листу, все позиции. Потому что, во-первых, владелец узнал меня. Он довольно открытый, все рассказывает. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. 2009 года мотоцикл. 15 лет уже прошло, а дизайн до сих пор мне очень нравится. Особенно вот эта прекрасная передняя фара с линзой. На литре у нас, как вы знаете, циклоп, кто-то его называет, кто-то изумрудом называет. Красивый мотоцикл. Ренат такой крупный парень. Если он купит его, посмотрим, как он будет смотреться на нем. Для первого мотоцикла это хороший мотоцикл. Если вы с опытом, у меня на канале есть хороший обзор. Я оставлю в описании ссылочку на это видео. Кому интересно, обязательно посмотрите на тест-драйв. Там отзыв о мотоцикле я рассказывал и показывал свой мотоцикл перед продажей. А продавал я свой мотоцикл 5 лет назад. И что мне очень нравится, что здесь интегрированные поворотники в зеркала и интегрированные поворотники в задний хвост. За счет этого можно поставить маленький номер. Кстати, номер у него козырный, с отражателем. Если пластик заклеен, значит может что-то там паяно, что-то сделано. Внимательно смотрите пластик. Если колеса покрашены, узнать, как они покрашены. Меняли ли там подшипники. Посмотрите ножки. Какие они новые, старые, потертые, не потертые. Проверьте, не течет ли задний амортизатор. Проверьте передние перья. Кстати, траверсы в довольно хорошем состоянии. Не сильно потерты для 56 тысяч пробега. Посмотрите, какие болтики закручены. Оригинальные, неоригинальные. Посмотрите, что по герметике, что по прокладкам в двигателе. Посмотрите, крепление радиатора. Обратите внимание на ограничители, не обломаны ли они. Вот здесь вот они находятся. Руль не должен касаться рамы. Видите? Вот так вот должно быть. Иначе не пройдет техосмотр. Здесь еще демпфер идет. Он не течет. На первый взгляд. Работает вроде хорошо. Амортизирует. Нет такого свободного руля. В оригинале, кстати, тормозной бачок намного больше. Чем этот. По-моему, вот эти провода от поворотников, зеркал, они должны идти где-то в другом месте, не здесь. Раньше я был любитель китайских ручек, но сейчас я за оригинал. Проверьте тросик. Как он там? Не умер. Проверьте, газ нормально отходит назад, не нормально. Должен так резко отходить. Здесь более-менее окей. Давайте еще раз заведем. И если какие-то шумы, попробуйте выжать сцепление. Если шум пропадает, то, скорее всего, скоро будет замена сцепления. Вот здесь какой-то штюнинг у нас стоит. Это, наверное, тормозную лапку что-то, да? Да. У них тоже, кстати, бывала проблема с этим. Вообще, с ремонтом мотоциклов, если вы сильно не разбираетесь, не шутите, я один раз с тормозами что-то передними делал, и у меня они клинили. Хорошо, что я вовремя это понял, иначе было бы все очень печально. Знаете, может, я такой зажравшийся уже мотоциклист. На таких классных новых мотоциклах ездил. Но мне тормозов тут реально не хватает, АБСа тут нет. Хотя нет, тормозит он хорошо. Просто нужно привыкнуть. С утра приезжала девушка, уже посмотрела этот мотоцикл, сказала, я беру. Но хозяин говорит, ребята из Литвы едут уже, давай, если они не возьмут, то, возможно, тебе продам. Я спрашиваю, это что, у тебя такой хитрый ход? Он говорит, не, реально, она приезжала. Ну, я, если честно, ему поверил. Вообще, по-моему, такой честный, открытый продавец. Ничего не скрывает, все рассказал. Видимо, очень хочет СРР. СРР, это, конечно, ничего личного, это топ. На первом месте у меня всегда Джиксер. Это то, с чего я начинал на Ютубе в свое время. Ну, а на втором месте у меня есть РР, ну, Джиксер 17-го года. Это вообще божество. Давайте повтыкаем передачи. Конечно, скорость побольше нужна нам, чтобы это все проверить. Но, как есть, так есть. Ну, переключается, вроде все окей. И надо бензина залить. Но заливая 98-й, но, на самом деле, можно заливать 95-й. Бак здесь где-то 17 литров с половиной, если не ошибаюсь. О-хо, литр топлива, евро 75. Вы шутите? Кстати, расход у него небольшой, но все это вы можете посмотреть в моем обзоре. Я тут на 10 евро завел. Задокументировалось, что, ребята, мне дадут 10 евро потом за то, что я заправил бак. Друзья, вы меня извините, наверное, получается так немножко сумурно, потому что у меня небольшой мандраж, на самом деле, как говорил, первый мой выезд в этом сезоне. По поводу передних перьев, очень внимательно смотрите. Вот эта зеркальная поверхность, она должна быть без царапин, чистая, без потеков различных. И тут 56 тысяч километров. Конечно, по-хорошему нужно было бы замерить компрессию. Ну, и цена, скажем, не маленькая для такого мотоцикла, но цена на них стоит. Цена не падает сильно. Реально, если есть возможность, отгоните в сервис или позовите профессионал. Вот эта, кстати, лампочку, видели белую? Это блинкер. Его можно настроить. Также здесь три режима езды. А, Б, С. Ну, всем понятно, да, что это за режимы езды. А, это самый топовый. С, это средненький. А, Б, этот дождевой. У меня, когда была 750-ка, у меня стоял выхлоп Arrow. Он так красиво отстреливал. Рекомендую всем, у кого 750-ка. Я там видел ребята, вот только что шли, они улыбались. Потому что мотосезон только начался в Латвии. Хотя вчера было всего лишь 5 градусов тепла. У нас еще снег был. Но все уже открыли мотосезон, кроме меня. Можешь сказать, вот я открываю мотосезон. Да, надо его крутить, чтобы он ехал. После где-то 9 тысяч оборотов он начинает ехать. Ой, как тут ветрено у нас. Ну, ничего не бьет. Едет хорошо, прямо. Единственное, меня напрягает вот эта небольшая вибрация, которая идет по всему мотоциклу. И особенно у меня под задницей. Знаете, как будто он зудит так немножко. Блин, не могу даже объяснить это чувство. О, привет, ребята. Как катаются? Здорово. Будьте на ютубе. Наверное, новички. Хонда. Все нормально. Снимаю влог свой. Вот и пообщались. Какой сука ветер. Турбулентность зашкаливает. Ух, трамплин. Здорово, здорово. Как я давно не катался. Ну, знаете, когда нет у меня АБС, трекшена и небольшая такая вибрация, я не совсем комфортно и супер безопасно себя чувствую, учитывая еще то, что это мой, по сути, первый выезд на мотоцикле. Здесь бы я вот с удовольствием так под коленочку заложил. Но я еще вижу, что еще даже песочек и, возможно, здесь скользко. Поэтому, когда берете на тест-драйв мотоцикл или кому-то даете, обязательно возьмите всю сумму денег или пусть покажут деньги. И поинтересуйтесь, есть ли у того человека, который будет тест-драйв, права на А-категорию. И вообще, ездит ли он на мотоцикле. Потому что, я думаю, никому не хотелось бы дать мотоцикл и остаться без ничего. Потом вы ничего не добьетесь. В лучшем случае он в больничке откажется, если он не умеет ездить или какой-то безбашенный. Ну, а в худшем случае там, где мы все когда-то встретимся. 750-ка меня уже, естественно, не впечатляет. Потому что я зажравшийся мотоциклист, спартовод. Уже откатался на SRR-ах, на Ducati по Нигуале. Ой, как она едет. И в отличие от Кавы, он как-то рулится намного легче. Чувствуется такой, как велосипедик. Извини, Джик. Извините, что я вообще об этих мотоциклах вам все рассказываю. Ну, просто хочется с чем-то немножко сравнить. Так, ну, работает все ровненько. Единственный вопрос, что по вибрации. Давайте сейчас коксу дадим. Внимание, концентрация. Здесь 165 килограмм сухого веса, если я не ошибаюсь, и 150 лошадиных сил. Это, представьте, одна лошадиная сила на 1 килограмм мотоцикла. Обычно у нас сколько идет? 200 килограмм. Попробуйте вот так медленно, немножко накатиком. Посмотрите, дергается, не дергается ли мотоцикл. Сцепление проскальзывает. Как оно? Не проскальзывает. Схватывает. Отличный, легкий мотоцикл. Управляется шикарно. Подвеску можете подрегулировать. Только тогда сами не регулируйте, а профрегулируйте. Кстати, вы видели, я еду по полосе общественного транспорта. И у нас плюс мотоцикла в том, что вы можете передвигаться по полосе общественного транспорта официально. Но давайте сейчас между ряде покажу вам, как мотоцикл ведет себя. Тут такая вот фича. Зеркала складывается. Не знаю, кто там говорит, спиртбайки для города. Для города еще как. Посмотрите, какой он. Какой он такой классный, маневренный, узкий. На стрите, особенно широком. Вы хрен вот проедете в такую дырочку. Слушайте, ну скиллуху я не потерял. Я даже не знаю, как я сейчас буду на своем М1000R ездить по городу. Может, возможно, перейду опять потом на спортбайк. Опять куплю себе SRR, HP версию. Ну, конечно, когда вот так останавливается, тут уже без вариантов. Ну, ничего не поделать. А, он даже отъедет, посмотрите. Мое почтение. Спасибо за то, что отъехал. Но там дальше все равно очень узковато было. Вот сейчас сюда вот, хоп. Ох, как близко было, около автобуса, видите? Прям вот такой миллиметр остался. Главное, не кидайте сцепление. Все можно кинуть, только не сцепление, да? Запомните раз навсегда. Я почему-то Андрюху вспоминаю на джиксере, когда он кинул сцепуху, и бедняга разложился. Андрюха, кстати, тоже себе ищет мотоцикл. Молодый знает, о ком я. Смотрите, я уже прикатался немножко так даже. Поворот готов входить. С коленочки. Ой, надо тут посмотреть туда. Вот, все хорошо. Динамика джиксера позволяет. Ага, чтобы режим переключать, нужно подержать кнопочку, небось. Небось, чуть-чуть, небось. Да, вот видите, в C-режиме я включил овощной. Ой, он вообще не едет. Реально, вот ручка в пол. Ну, вот по такому режиму Ренату и надо будет ехать в Литву, если он заберет этот мотоцикл. Единственное, конечно, не очень хорошо, что эта девочка приезжала. Не удастся сбить цену. Просто я считаю, что этому мотоциклу цена, ну, 5-100 максимум, наверное. Потому что нужно будет заменить цепи, звезды. Главное, тут не разложиться перед ними. Такой пережал передний тормоз или задний. Сейчас еще прогреем до температуры, когда срабатывает охлаждение, вентилятор. Посмотрим, как он работает. Вот это, кстати, тема. Пуик, стекло. Фирмовое. Так, температура 106. И охлаждение у нас работает. Вот зря я выключил, кстати, сейчас. Просто, когда зажигание включаешь, у других мотоциклов охлаждение продолжает работать. Главное, чтобы все из фейла никакого не было. Нормально, поехал. Все хорошо. Сейчас на заднем. Вы не представляете, какое у него волнение, у бедняги. Люто волнуются, парень, я его понимаю. В Литву еще первый дальняк, 300 километров. Все дороги ведут в Блинную. И сейчас мы услышим первый отзыв Рината. Это его первый мотоцикл. Проехал уже где-то 10 километров. Мандражик был. Вот ребята, блинчики сегодня крутят. Герман, привет. Влад, привет. Как настроение? Отличное. Настроение отличное. Пару слов для Ютуба. Всем привет. Все классно. Все классно, да? Северной Северной Северной. Вот эта маленькая девочка приехала с своей мамой и папой на этом мотоцикле. Хочет передать привет на Ютубе. Ну, нодот, как грибы с этим. Привет. Грибы, когда нодот, выспор, ну, персонально с этим, да? Я хочу одному парню сказать привет, потому что он всегда завидует. Завидует? Ладно, не будем называть его имя, да? Ну, привет ему, да? Ну, все, приятного аппетита, спасибо. Что, ребята кушают? Блинчики окей? Нравится, да? Отлично. Замечательно. До Вильнюса хватит. Сегодня кушать не надо будет. Вот начиночка. И сейчас мы... Давай выслушаем твой отзыв. Первый. Ну, как твои ощущения, эмоции? Вот только честно рассказывай. Сначала, вот как только сел, выехал, что-то ощущал. Как себя чувствовал? Первых секунд. Пятнадцать был страх. Потом по чуть-чуть начал привыкать. Было страшно, что это 750 кубиков. Спорт. Да. Ну, как управление, например. Когда сел, совсем другое дело. Ну, сидится нормально, удобно, да? Посадка хорошая. Ну, не забывай, что... Ну, и потяги мне нравятся. Не забывай, что руки не прямые. Да, немножко согнутые, чтобы не болели. Ну, все. Сейчас скоро поедет уже в Литву, Вильнюс. Поздравляйте в комментариях, чтобы не падал ровных дорог, чтобы моцик не ломался. Я решил еще один подорожный вам дать, пожалуйста. Подорожный с бекончиком. Какой у нас тут эксклюзив подъехал. Красота. Не знаете как. Все. Всем хорошего дня. До встречи. Пока.